Трамп подписывает закон о космических силах ЭТАП, установленный для раскрытия секретной космической программы. Президент Дональд Трамп подписал закон о космических силах в закон вчера вечером. Он был включен в Омнибус 2020 финансирование операции Пентагона в течение еще одного года, и официально создает шестой филиал военно-космических сил США. Подписание Трампа создает почву для некоторых удивительных раскрытий того, что ВВС США тайно развернули в космосе на протяжении десятилетий. Бюджет, выделенный космическим силам, составляет ничтожные 40 миллионов дол.США на первый год их деятельности, что фактически покрывает лишь расходы по найму 200 новых сотрудников и замене вывесек для персонала, переводимого из состава космического командования ВВС в состав новых космических сил. Примерно 16 тысяч гражданских и военных будут переведены из состава военно-космического командования ВВС, в котором в настоящее время находится 26 тысяч военнослужащих, в состав новых космических сил. На первый взгляд, кажется, что мало что волнует созданием космических сил, которые будут продолжать работать во многом тем же личным и командующим нынешним космическим командованием ВВС, генералом Джоном Джейм Раймондом. Космические силы будут действовать под руководством департамента ВВС как независимая военная отрасль. Временный компромисс, по словам президента Трампа, который хотел бы видеть создание департамента космических сил в конечном итоге. Критически важно, что генерал Раймонд также отвечает за космическое командование США, недавно созданное боевое командование Пентагона, которое объединяет аэрокосмические ресурсы ВВС США, армии, флота и УСМС в боевых операциях по всему миру и в космическом пространстве. В течение первого года существования космических сил генерал Раймонд будет носить двойную шляпу в качестве начальника космических операций и командующего космическим командованием. Это позволит космическим силам тесно координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил США, имеющими средства в космосе. Большое изменение, которое ждет впереди, это то, что ВВС США планируют сделать с высоко секретной космической программой, которую они тайно разработали и развернули с футуристическими аэрокосмическими технологиями, относящимися к 1970-м ГГ. Генерал-лейтенант Стивен Кваст недавно упоминал некоторые из передовых технологий, разработанных в секретных лабораториях ВВС в ноябре 2019 года на лекции. Технология сегодня находится на инженерных стендах, но у большинства американцев и большинства членов Конгресса не было времени по-настоящему глубоко вглядеться в то, что здесь происходит. Но я получил выгоду от 33 лет учебы и подружился с этими учеными. Эта технология может быть построена сегодня с технологией, которая не является развитием, чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час. Менее чем за неделю до того, как Трамп подписал закон о космических силах, министр ВВС Барбара Боретт и Майк Роджерс, один из конгрессменов, которые были соавторами первоначального законопроекта о космических силах, призвали ВВС США рассекретить передовые космические технологии, которые он разработал. Сказал Боретт, рассекречивание некоторых из того, что в настоящее время хранится в надежных хранилищах, было бы хорошей идеей. Вы должны быть осторожны с тем, что мы рассекречиваем, но есть гораздо больше секретных данных, чем нужно. Все активы и персонал, которые тайно действуют в рамках секретной космической программы ВВС США, будут переданы космическим силам и власти генерала Раймонда. Это будет приветствоваться командирами и персоналом секретной космической программы, чья космическая деятельность была классифицирована настолько высоко, что это отрицательно повлияло на карьерные успехи и преимущества по сравнению с их сверстниками в более обычных программах ВВС. Создание космических сил создает почву для официального раскрытия основных компонентов секретной космической программы ВВС, о которой я подробно говорил в секретной космической программе ВВС США. Раскрытие, вероятно, начнется с антигравитационных аппаратов, таких как легендарный ТР-3Б, летающий треугольник, который был впервые замечен в конце 1980-х годов, и более новые прямоугольные летающие платформы, которые были сфотографированы рядом с авиабазой МакДил в 2018 году. Существуют также дискообразные летающие тарелки из тел с космической станции, которые были разработаны совместно с Национальным разведывательным управлением. Еще более невероятными являются звездные врата или проходимые червоточины, которые были тайно разработаны и использовались в течение десятилетий по мнению нескольких инсайдеров. Раскрытие этих и других передовых технологий будет ошеломляющим и революционизирует аэрокосмическую промышленность. Что еще более важно для администрации Трампа, они помогут реиндустриализовать Америку и создать космические силы в качестве ведущей военной силы в космосе на десятилетия вперед.